Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Давайте последний раз на этой пятидневке обратимся к финансовым рынкам, посмотрим за тем, что сейчас представляет наибольший интерес для спекулянтов. Разумеется, хочу поздравить вас с таким хорошим поводом, как пятница, окончание недели. Надеюсь, что эти выходные вы используете для того, чтобы как следует расслабиться, снять напряжение, поскольку волатильность в последних дней действительно зашкаливала. И уже в понедельник сможете вместе со мной снова вернуться к спекуляциям на финансовых рынках. В понедельник мы снова обозначим конкретные ориентиры, посмотрим, что интересного есть по основным валютным активам, последим за фундаментальным фоном и поставим конкретные цели. Но это будет уже все в понедельник. Что касается сегодняшнего сценария, разумеется, как всегда, ожидайте кодовое слово. В ходе брифинга я его анонсирую, позволит вам получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, достаточно будет произнести его вашему персональному менеджеру, это бонус на пополнение. И сегодня величина бонуса 5%. В отличие от других, он действует до понедельника, то есть, по сути, у вас есть сегодня, суббота и воскресенье, чтобы принять решение об увеличении ваших депозитов, которые сейчас представляют значительный интерес, учитывая то, что впереди очень важных макроэкономических отчетов хоть отбавляй. На следующей неделе, опять же, забегая вперед, хочу анонсировать, мы будем анализировать данные по Non-Farm Perils. Это у нас статистика по американскому рынку труда, которая, может быть, еще ближе сделает нас к повышению процентной ставки ФРС и, соответственно, наконец-таки придаст то самое ожидаемое ускорение для американской валюты. Что касается нашего сценария, давайте тогда не будем отходить от традиционных правил, это нефть и рубль. Посмотрим, что сейчас происходит в динамике бренда, самого главного для российской экономики экспортного ресурса. На текущий момент бренд торгуется с понижением. В принципе, если мы посмотрим на закрытие вчерашней торговой сессии, то сможем увидеть, как на нефть снова оказано давление. Закрытие пришлось на уровень 53.20, и сейчас мы видим то, что бренд уже находится на уровне практически 53. А в целом локальных факторов поддержки по-прежнему нет, хотя фундаментальных точно, поскольку, в принципе, данные по запасам мы уже проанализировали. Если они и могли оказать поддержку нефти, они это уже сделали, и сейчас мы фокусируемся уже на общем фундаментальном фоне. Единственное, что может сейчас поддержать позиции нефти, это технические факторы. Может быть, технари, которые сейчас следят за перспективами этого актива, с точки зрения технического анализа, смогут обозначить значительную перепроданность нефти и попытаться как раз через индикаторы на эти уровни, для того, чтобы попытаться поднять этот актив. Может быть, также те, кто прокатился на затяжном снижении, сейчас, учитывая эффект пятницы, перейдут к коррекции, закрытию своих сделок, и это абсолютно логично может стать причином локального выброса нефти и поспособствовать легкому укреплению. Но, опять же, к фундаменту эта возможная и вероятная коррекция в принципе не будет иметь никакого отношения, потому что с фундаментальной точки зрения у нас по-прежнему множество факторов, указывающих на то, что нефть как была, так и остается одним из основных аутсайдеров рынка. Ключевые факторы здесь, наверное, просто стоит поверхностно приближаться. По ним это, опять же, расхождение между спросом и предложением, ожидание роста запасов, ожидание перепроизводства на рынке мега-ресурсов, слабости со стороны ключевых потребителей. Это очевидно сейчас по экономической ситуации и ряду экономических показателей еврозоны и Китая. Соответственно, еще сделка с Ираном по снятию финансово-экономических санкций. Ну и наш традиционный, скажем, анализ общих показателей производства отдельно по странам нефтяного картеля ОПЕК. На этой неделе мы обратили внимание на актуальную статистику по производству со стороны Ирака. Напомню, что там уже выработка 3,05 миллиона баррелей в сутки. Также подвели итоги об объемах производства в Саудовской Аравии. Это уже выше, наверное, 10,6 миллионов баррелей в сутки. Поэтому в целом у нас общие показатели в рамках ОПЕК уже давно выше квоты 30 миллионов баррелей в сутки. И я не удивлюсь, если, опять же, общий показатель в рамках этого месяца окажется даже выше 32. Ожидаем еще один фактор давления. Поэтому в целом по нефти делаем коррекционную ставку. Несмотря на вот эти локальные периодические восходящие откаты, мы прекрасно понимаем, что исходя из долгосрока, черное золото будет находиться под давлением. И до тех пор, пока вот это расхождение не получит возможность поддержки и нахождение равновесия между спросом и предложением, мы не откажемся от идеи по коррекции черного золота. Что касается российской валюты. Сейчас в целом на премаркете мы уже видим котировки 59,71. Вчера, если посмотрим на закрытие дня пары USDRAP, российская валюта снова сдала позиции американскому доллару и начала движение в район 60. Есть ли сейчас локальные факторы поддержки для российской валюты? Ну, наверное, в качестве таковых стоит отметить, опять же, возможности локального роста нефти и еще дивидендные платежи российских экспортеров. В этом месяце они составили больше 250 миллиардов рублей. Соответственно, переведем в доллары. Получается около 4,3 миллиардов долларов. И если мы уже делаем вот этот активный спрос и ставку на именно валютные активы, получается, что обязательства российских экспортеров по дивидендам перед иностранными миноритариями составляют примерно миллиард-миллиард с небольшим. Но, в принципе, из-за конверсионных сделок это может стать причиной роста американской валюты и локального давления на позиции, соответственно, российской валюты. Поэтому, в целом, мы сейчас все-таки, допуская возможность локальной краткосрочной коррекции пары USDRAP в район 58.50, продолжаем делать такую же позиционную велкосрочную ставку на то, что сейчас, в принципе, вот этот девалюционный вектор, он абсолютно не сломлен, и рубль по-прежнему нацелен на движение и ослабление в район даже 63-64 рублей, соответственно, против доллара. Что касается других важных макроэкономических данных, а точнее, наверное, самого важного события для российского рынка с точки зрения российского мегарегулятора. Сегодня ставка Центрального банка, мы уделяли этому событию много уже времени в ходе прошлых брифингов и пришли к выводу, что Центральный банк вряд ли сегодня проявит очередную решительность и снизит процентную ставку, потому что, в целом, сейчас оснований для этого нет. Скажем, в качестве основного аргумента в пользу подобного сценария поведения сегодняшнего ЦБ можно отметить, что Центральный банк отказался от политики интервентного вмешательства на валютный рынок и от политики покупки валюты для пополнения золота валютных резервов. То есть, совершенно очевидно, что Центральный банк сейчас сделал ставку на то, чтобы остановить чрезмерную девальвацию российской валюты, которую мы наблюдали в последнее время. И, может быть, даже этот упор был сделан, скажем, в угоду пополнению доходной части федерального бюджета. Если Центральный банк уже принял подобное решение, я допускаю, что, скорее всего, сегодня мы останемся без какого-то решения, потому что, если Центральный банк сообщит о том, что снова снижает процентную ставку на 0,5% или на 1%, это фактически будет противоречить прошлому решению. Если Центральный банк сделал ставку и взял курс на сейчас сохранение и остановку ослабления российской валюты, значит, сейчас лучше не провоцировать дополнительную панику на валютном рынке и не предпринимать никакую инициативу в плане смягчения монетарной политики. Поэтому мы, в принципе, говорили об этом еще несколько брифингов назад, что не стоит ожидать решительности по итогам сегодняшнего заседания. И если мы и увидим очередные сдвиги в процентной ставке, то это произойдет не раньше, скорее, уже следующего заседания, которое назначено на 13 сентября. Но, опять же, если рассмотреть альтернативный сценарий, то здесь уже стоит говорить о возможности все-таки действий со стороны Центрального банка. Вероятность этого, наверное, меньше 10%. Но если Центральный банк сегодня снизит процентную ставку, я считаю, что это будет серьезной ошибкой российского мегарегулятора, потому что непременно это окажет еще большее давление на российскую валюту. Если рубль будет терять, значит, снова мы вернемся к актуальной теме инфляции, потому что существенно возрастет скорость обращения денег. С одной стороны, ослабление валюты – это позитив для национальных производителей, но, с другой стороны, это приводит к серьезному дорожанию импорта. Поэтому здесь тоже качели. Я думаю, что все-таки, опять же, негативных последствий и следствий подобного решения будет куда больше. Инфляция находится на запредельных значениях, не стоит об этом забывать. И дополнительные катализаторы сейчас на рынке явно не нужны. Поэтому сегодня по ЦБ ждем просто заседания, ждем анонса, может быть, каких-то дополнительных инициатив в будущем, но никаких прорывных решений, скорее всего, не последует. Поэтому по рублю долгосрочная ставка, еще раз напомню, ждем еще больше девальвации. Тех, кто хочет использовать и краткосрочные возможности, то здесь можно сделать ставку на, опять же, локальное укрепление рубля. Может быть, до уровня 58-50 или 59. Но это, в принципе, уже достаточно с текущих уровней. Идем дальше. Евро-доллар, доллар-японская иена. И тут я, в принципе, тоже хочу обобщить перспективы этих валютных активов с точки зрения, опять же, того фона, который сейчас характерен для американского рынка. Думаю, что сейчас совершенно очевидно, в качестве ключевого резонирующего фактора выступают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы, где мы снова обратили максимум внимания на текущую экономическую политику и вместе с представителями ФРС проанализировали возможные перспективы денежно-кредитной политики и монетарной решительности на будущее. Еще раз напомню, что ФРС в весьма оптимистичном ключе высказалась о текущем экономическом положении американской экономики. Очень много было комплиментов оказано в пользу американского рынка труда. Нам, в принципе, было достаточно последних макроэкономических данных, чтобы понять, что ситуация действительно улучшается. Также много позитивов было сказано касательно рынка недвижимости. Что касается инфляции, то опасений того, что она не сможет выйти на целевые показатели, стало меньше. И если мы обратимся, опять же, к вчерашнему отчету по индексу цен внутренних приобретений, который вырос до 2% против прошлого показателя 0,1%, то есть скакнул и увеличился сразу в 20 раз. Я считаю то, что слова ФРС о том, что есть основания, надеяться, что целевая ставка по инфляции в 2% будет достигнута в перспективе года полутора, я не сомневаюсь в том, что действительно эти основания будут присутствовать на рынке и будут оказывать поддержку этому показателю. Для ФРС самое важное сейчас просто убедиться в том, что есть предпосылки для этого. И если большая часть вопросов с точки зрения позитива уже закрыты, значит, в целом, прошлые комментарии председателя Федеральной землиной системы Джанет Хелина о том, что ФРС готова к ужесточению монетарной политики до конца этого года, эти комментарии нужно, скажем, держать постоянно в фокусе внимания, руководствоваться ими и понимать, что до долгожданного решения остается все меньше и меньше времени. ФРС также отметила, что будет следить за следующими макроэкономическими данными. За этими отчетами будем следить, разумеется, и мы. И вчера, собственно, был опубликован целый блок важной статистики по американскому рынку. Это снова традиционный отчет четверга, заявки на пособие по безработице. По факту мы увидели 267 тысяч, чуть выше, чем прошлая оценка 255 тысяч, но это все равно очень шоколадный, скажем так, отчет, потому что находится ниже 300 тысяч. А я уже неоднократно отмечал, что если показатель продолжит находиться в этой тенденции ниже 300 тысяч, значит, американская экономика сможет выйти на целевой показатель по безработице в 5% до конца этого года. Далее были опубликованы данные по ВВП. По факту мы увидели за второй квартал 2,3% против прошлого показателя, прошлой оценки 0,6%. Отчет чуть не дотянул до оптимистичных прогнозных значений, но если мы его сравним с прошлой оценкой, получается, позитив абсолютно очевиден, и им нужно руководствоваться, осознавая тот факт, что американская экономика действительно встала на рельс уверенного восстановления и продолжает радовать трейдеров макроэкономическими данными и статистикой. В целом, если резюмировать этот фон, разумеется, опять же, учитывая массу комплиментов со стороны ФРС, учитывая такую статистическую поддержку, доллар снова получил, соответственно, бычий импульс со стороны национального макроэкономического фона, показал локальное укрепление, и если мы, опять же, обратимся к актуальной котировке, закрытие прошлой сессии пришлось на уровень 124.12, сейчас USD иена отыгрывает азиатские потери и уже находится выше отметки 124. То есть этот импульс сохраняется, и я предлагаю вам двигаться вместе с этим тандемом валютных активов к нашей цели, которая находится в районе 125. Разумеется, европейская валюта, будучи главным варометром рисковых инструментов, учитывая усиление позиций американца, была вынуждена сдать свои позиции. Снова мы увидели разручную сессию по факту минус 52 пункта за сутки и закрытие 1.0930. Сейчас, опять же, несмотря на локальный рост в рамках азиатской торговой сессии, европейская торговая сессия уже снова давит позиции евро, и евро стремится в район 1.09. Я считаю то, что сейчас для главного валютного риска, как я уже отмечал, очень много факторов для того, чтобы евро корректировалось и дальше. И опять же, если мы посмотрим на последние макроэкономические данные, их было очень много, это слабые релизы, в частности, вчерашний отчет по состоянию немецкого рынка труда. Вместо предполагаемого снижения количества безработных на 5 тысяч, мы увидели абсолютно обратную статистику увеличения на 9 тысяч. Поэтому еще один негативный фактор, указывающий на то, что ведущая экономика валютного блока сбавляет темпы экономического восстановления. И все это является следствием как раз слабости промышленного сектора. Напомню, слабые показатели по ЗИУ, которые сейчас находятся на 8-месячном минимуме. Слабая статистика по рынку труда. Думаю, что нас ожидают и слабые данные по темпам экономического роста. В целом, такая же слабость характерна и для валютного блока целиком, для еврозоны. Поэтому здесь нужно фокусироваться уже на возможных действиях на опережение со стороны Европейского центрального банка. Во-первых, здесь в качестве негативного фактора для евро, долгосрочного, выступает очевидный контраст, на который мы уже делали ставку между политикой ФРС и политикой европейского мегарегулятора. Второй момент заключается в том, что, опять же, учитывая эту фундаментальную слабость, ЕЦБ непременно будет действовать. А значит, изменит политику программы количественного смягчения. Либо увеличится ассортимент выкупаемых активов, как я уже отмечал, либо получатся объемы покупки этих активов свыше 60 миллиардов евро в месяц. Либо эта программа будет продлена еще, может быть, на полгода или год. Все будет зависеть, в конечном счете, от данных по инфляции, потому что мы знаем, что ЕЦБ, в принципе, и пошел на эти беспрецедентные меры экономического стимулирования, потому что уровень инфляционного показателя давления оказался в отрицательной зоне. Сегодня, в частности, у нас есть возможность проанализировать актуальные данные. В 12.00 по московскому времени будет опубликована статистика по индексу потребительских цен в месячном и в годовом эквиваленте. Если посмотрим на прогнозы, в целом, в годовом эквиваленте 0,2%, он не изменен по сравнению с прошлой оценкой. Но мы все-таки, учитывая, опять же, существенное ослабление цен на энергоресурсы, которые уже рекомендовали рассматривать как еще один источник давления на показатели по инфляции, а значит, в связи с этим логично ожидать еще большей просадки уровня инфляционного давления. И если мы увидим то, что этот показатель снова движется к отрицательной зоне, значит, в принципе, можно будет готовиться к анонсу мер еще более агрессивного выкупа активов со стороны Марио Драги и со стороны европейских монетарных властей. Поэтому вся макроэкономическая статистика, весь общий фундаментальный фон, который сейчас характерен для валютного блока, в целом предполагают, создают возможности очень хорошие для средней долгосрочной продажи главного валютного риска. И я советую вам не совершать ошибок сейчас с точки зрения абсолютно необоснованных покупок. Имейте в виду, что локальный интерес бычий импульс может быть начат очень быстро и также быстро завершен. И это восстановление вряд ли превысит, скажем, 150-200 пунктов. Но если последует коррекция, она будет объемлющей, она сразу же отправит евро к тем значениям, которые являются для него более фундаментально оправданными. И тем более практически каждый брифинг мы находим дополнительное подтверждение в пользу того, что евро один из самых главных кандидатов на долгосрочную продажу. Мы ожидаем снижения в районе 1,08. Как только эта цель будет реализована, посмотрим на еще более глубокую коррекцию и еще более глубокие ценовые ожидания. Может быть даже в районе 1,05. Еще пару слов хотел сказать про фунт. Опять же, если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, то фунт, в отличие от евро, смог избежать существенных потерь и закрыл день практически на уровне открытия 1,56. Но сейчас давление на британскую валюту по-прежнему, исходя из общего фундаментального фона, сохраняется. И фунт, в прямом смысле, находится в ожидании суперчетверга, о котором я уже говорил. Советую вам уже сейчас по возможности открыть экономические календари и посмотреть, действительно, какой же следующий четверг по значимости будет для британской валюты. Потому что Банк Англии отошел от концерта публикации важных макроэкономических данных в течение двух недель после заседания и решил сразу резюмировать, собрать, аккумулировать все отчеты, такие как прогнозы по темпам экономического роста, по инфляции, ставка, объем выкупа активов, протоколы и голосование монетарных властей в один день. По сути, весь четверг с интервалом буквально в один час, буквально с 11 по московскому времени мы будем анализировать статистику по британской валюты. Если мы посмотрим на прошлые отчеты и то, как они влияли на британца, то они провоцировали движение в районе 200-300 пунктов. Конечно же, в разрезе пятидневки или даже двух недель, когда выходила эта статистика. Сейчас, поскольку все эти макроэкономические данные будут собраны в один отчет, я считаю, что в четверг мы сможем увидеть безумную волатильность по паре фунт-доллар и, скорее всего, эта волатильность будет направлена на еще большее давление на позиции британца. Наша цель пока 1.55 – это ближайшая поддержка, которую мы намереваемся пробить уже до конца следующей недели. Ясно? Что касается кодового слова на сегодня, приурочим его к заключительному дню этой недели. Кодовое слово «пятница». Еще раз напомню, что величина бонуса 5% и это бонус на пополнение, который будет действовать до следующего брифинга, то есть до понедельника. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных комментариев и, разумеется, вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.